Итогом наших очень полезных переговоров мы констатировали приверженность России и Сербии к дальнейшему продвижению всего комплекса наших отношений на основе декларации о стратегическом партнерстве, которую президенты наших стран подписали в 2013 году. Мы констатировали интенсивный, доверительный политический диалог. Особое значение имел визит президента Путина в Белград в январе этого года. Президент Вучич посещал Российскую Федерацию в прошлом году дважды. Регулярно поддерживаются контакты между главами внешнеполитических ведомств. В целом между министерствами иностранных дел расширяется сотрудничество по парламентской линии. На июнь в Белграде намечено проведение очередного заседания двусторонней межпарламентской комиссии под руководством председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и председателя Народной Скупщины Сербии Майя Гойкович. Отметили хорошую динамику торгово-экономических связей. Товарооборот превысил 2 миллиарда долларов и продолжает расти. Особую роль мы отводим межправительственному комитету по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Его заседание в марте этого года в Белграде было весьма полезным. И сегодня у Иви Цидачича, как сопредседателя сербской части этого комитета, будет встреча со своим российским коллегой Юрием Борисовым. Поступательно развивается взаимодействие в энергетической сфере, в том числе в отношении поставок российского газа в Сербию. Мы обсудили ход реализации проекта «Турецкий поток», включая перспективы его продления в европейском направлении, в том числе в Сербию. У нас традиционно насыщенные культурные, гуманитарные, образовательные, духовные связи. В соответствии с договоренностями наших президентов готовится межправительственное соглашение об углублении сотрудничества в сфере культурных ценностей. И в марте в Белграде подписано соглашение о продолжении участия российской стороны через «Газпромнефть» в оформлении внутреннего убранства храма святого Савы в сербской столице. Только что мы подписали в вашем присутствии межправительственную программу сотрудничества в области культуры, образования, науки, спорта и молодежной политики на 2019-2021 годы. Мы поддерживаем независимый сбалансированный внешнеполитический курс Белграда, с уважением относимся к проводимой Сербии политике военного нейтралитета, что способствует поддержанию мира и стабильности в Европе. Ценим и то, что Белград развивает взаимодействие с организацией договора коллективной безопасности. Депутаты Народной Скупщины участвуют в работе парламентской ассамблеи ОДКБ в качестве наблюдателей. Ежегодно проходят российско-сербско-белорусские учения «Славянское братство» и «Братство авиаторов России и Сербии». Сербские военнослужащие традиционно принимают участие в армейских международных играх, и, по-моему, все эти формы взаимодействия еще больше укрепляют отношения между нашими народами. Мы обсуждали ситуацию с выполнением резолюции 1244 сайта безопасности ООН по косовскому урегулированию. Мы подтвердили нашу поддержку Сербии по всем вопросам, которые необходимо решить для полного выполнения указанного решения Совета безопасности ООН. Отметили, что 20 лет назад силы НАТО без мандата Совета безопасности в течение двух с половиной месяцев бомбили Югославию, что привело к многочисленным жертвам, разрушениям гражданской инфраструктуры. О применении боеприпасов с обедненным ураном спровоцировало значительный рост онкологических заболеваний. Эти проблемы до сих пор до конца не урегулированы. Отметили, что под прикрытием НАТО совершались преступления и так называемой освободительной армии Косова, и ее руководителями, включая похищение людей с целью торговли человеческими органами. Об этом в свое время сообщил докладчик парламентской ассамблеи Совета Европы господин Марти. На основе этого доклада были приняты решения о проведении соответствующих расследований. Формально под эгидой Евросоюза создан был специальный суд, но он до сих пор не начал свою работу, несмотря на наличие у него документальной базы для того, чтобы расследование началось незамедлительно. К сожалению, наши коллеги из Евросоюза, которые, согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, выполняют роль посредников в диалоге между Белградом и Приштиной, не справляются со своими функциями. Подписанное еще в апреле 2013 года, 6 лет назад, обязательство Приштины создать сообщество сербских муниципалитетов Косова саботируется, и Евросоюз ничего не может с этим сделать. А принятые в декабре 2018 года Приштины решения о создании Косовской армии напрямую противоречат резолюции 1244, и опять же, все это происходит при пассивной позиции Евросоюза, а из штаб-квартиры НАТО звучат просто одобрительные оценки этого шага, этого нелегитимного шага, нарушающего решение Совета Безопасности. В ноябре прошлого года власти Приштины ввели стопроцентный пошин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. По сути дела, это направлено на удушение косовских сербов. Мы призываем Вашингтон и Брюссель повлиять на Приштину, осознать свою ответственность за выполнение решений Совета Безопасности, в которых Запад, включая США и Европу, в подготовке которых Запад, включая США и Европа, принимал непосредственное участие, и заставить косово-албанцев прекратить провокационный и конфронтационный курс. Мы в целом удовлетворены нашими переговорами. Уверен, что визит господина министра, который приурочен к 140-летию первого посольства, княжества Сербии в Российской Федерации, в России, будет новым вкладом, дополнительным вкладом в углубление нашего стратегического партнерства. Могу да само потврдим да Русија инсистира на поштоване резолуције 12.44, која је, иначе, не предвиђа никакво конкретне параметаре регулисанје. Она захтева, тражи да то питање буде решено у директном диалогу између Бограда и Приштине, и у оквиру поштованеа территоријалног интегритета Србије. У овом оквиру сматрам ми ћемо на све начин добре носити прађању одлоке. И, одговараючи на ваше питање, које конкретно решение Русија би могла да подрже, јелим да нагласим да ми, преко председника Путин на нивоу Министарства настраних послава, да ћемо прихватити било које решение које ће одговарати интересима Србије. Што се тиће притиска на Србију и захтева да буде призната независност Косова, тај притисак ће бити настављен пре свеје од страна Съединих Америћке држава, актујална администрације, која је обседнута настојанјем да постигне што више такозваних сполнополитићких успеха током максимално кратког периода времена до следећих избора и ми то видимо колико активне и импулсивне потезе они предузимује и поводом Косова и Афганистана и Коројског полоострова и на другим смеровима. Разумемо, желјео администрације у Вашингтону да добије сполнополитићка постигнућа да јих покаже својим бираћима, али мислим да пре свега треба да буде не собственный електорални циклус, него интерес дугороћног одржавог регулисанја. Такво регулисанје може да буде постигнуто исключево путем зближавања ставова баланса интереса и узимани у обзир ставова једне и другое стране да би консенсус био прави консенсус, него нешто наметнуто изван. То заћева много више времена, него просто истиканје неких ультиматума и заћева да они буду одмах примљени, али то је единји пут према одржавом решавању проблема. Нађалост, наше западне колеге сада у принципу сматрају себе, да они могу да одлучују о судбини света, ове колонијалне аспекти у нихоје менталности су почели да се показује, да се manifestује, они говора о своје исключевости, да само западна група земља може да одлучује о кој је прав, кој је крив. Своје мани они говора о међународном праву, све више говора о правилјама које су самостално измислили и које треба да буду прихваћено од страна свих других земља, мимо савета безбедности ујединих нације и уз игнорисане same организације ујединих нације. Само погледајте како запад се показује у међународним пословима. 20 годишње бомбардовања Србије, шта сте чули од чланица НАТО-а? О тома да су они били прави, да су они прошеривали демократију и слободу онима који су били потиснути и то је то. И савест их никако не гриза. И нема никаквих сећања на то како су бомбардували мостове по којема су пролазили возови, како су они бомбардували телевизијски центар у Бојограду. Такав приступ имају ови људи. И ми смо сада разговарали о тома и то уопшто не значи да сви треба да одустанемо од сарадње. Само желимо да и друга страна и она страна која се сматра у право да призна незавесност Косова како стварност и да не призна ствари које има се не свиђају и које донекле су тако у оквиру око појма само одређивање. Жели би смо да наши партнери поштено би признавали чинњице и ове чинњице који су били у нашој предходној историји и да они узимају обзир те чинњице. Али највађније је да усве не сугласијеце поводом почетка ових догађа и развијњи ситуације не постоје резолуције 12.44 које нико није укинао и за нас је врло забринјавајуће да сада у Нью Йорку у Савет о безбедности западне земље покушавао да што ређе разматрају питање о томе како се врши регулисанје на Косово, да што ређе чују извећтаје и да чују извећтаје секретариата не у отвореном формату гда сви чланови могу да чују шта о томе говори министр наостраних послова Србије, шта о том говори друге земље које захтеваю правде и поштовање резолуције 12.44. А да говори о томе на затвореним седњцама гда нема новина, гда нема јавности и у принципу ми осећамо да запад покушава да натера секретаријету единјих нације да припреми неке предлога које би поткопавале мандат УНМИКА на Косово. И то ће бити директан ударац на резолуцију 12.44, а ми ћемо радити све да би ова провокациони замисло не би постоо ствано.